В Дубровичах около школы установят скульптуру кота-ученого. Ее создал известный скульптор Олег Седов, автор памятника Евпатию Клаврату. Пушкинский персонаж он интерпретировал по-своему. Если сделать дуб, вокруг которого ходит кот, это надо столько материала. Я решил сделать так. Я отрезал этот дуб, видите, как я его распилил. Потом я перерубил цепь. И кота я сделал такого специфического такого. Он у меня такой зажравшийся котяра такой, видите, какой хорошенький. И он у меня сидит на книжках. Он уже все знает. Уже знает песни, знает сказки. Скульптор рассказывает, что несмотря на то, что кот несколько изменился, чуть прибавил в весе и надел моноколь, он все так же излучает мудрость. Рядом с ним много разных книг, а еще у него есть интересные соседи. Если присмотреться, можно увидеть, как в укромном уголке бабушка-мыш читает внукам-мышатам сказки. Именно из русских народных сказок Олег Седов нередко черпает вдохновение. Так он создавал скульптуры Бабы-Яги. По-моему, за всю мою практику самая удачная получилась. Удалась, как говорится. И вот миллиард, зубки, прелесть. Прям вообще хорошенькая. А так, ну что, Баба-Яга. Баба-Яга, у нее ступа очень серьезная. У нее глаза везде следит за любым ребенком. Даже если вы нахулиганите и, кажется, сзади зашли, она все равно вас за вами увидит. Все эти скульптуры – авторское повторение работ, которые можно увидеть в поселке Октябрьский Михайловского района, куда их заказал один местный завод. Олег Седов за свою жизнь создал немало сказочных скульптур. Среди них есть не только Баба-Яга и Кот-ученый, но и Василиса Премудрая, и Аленушка с братцем Иванушкой, и Иван Крестьянский, сын и чудо-юдо. Последняя работа оказалась самой сложной. Вся эта история, она поднимается до 4 метров туда, и вот эта вся конструкция висит на этих двух точках. А это только скульптура висит. А бывают еще какие-нибудь ушлые ребята, парочка, например, залезут и повиснут вот на этой палке. И тогда вес будет вообще большой. И надо сделать так, чтобы она не сломалась. Но это еще не самое главное. Потому что, когда мы делаем эту вещь в глине, чтобы этот каркас не вылез из глины, и вот тут была тоже особенная сложность, мы это все выставляем, понятно, по точкам, как обычно, по пунктам. Но сложно. У меня ребята просто вот, ну, такой сложный у нас еще никогда не было, вот именно по каркасам. Олег Седов вспоминает, что и скульптуру Евпатия Калаврата, которую все мы хорошо знаем, было тоже непросто изготавливать. А еще его расстраивает, что территория, прилегающая к памятнику, до сих пор не приобрела того вида, который предполагался по проекту. Весь проект Лаврентьева Владислава Семеновича, который он тогда придумал, да, с этим потоком воды, с этими ступенями, которые около него должны были проходить, вот следующая терраса, она должна была лавочки поставить, фонари антуражные, чтобы все это было. Следующая терраса, третья, нижняя, все это связывалось, ничего этого, конечно, не сделано. Скульптор надеется, что проект архитектора Лаврентьева все-таки когда-нибудь воплотят в жизнь до конца. И в Рязани появится место, которым горожане еще больше будут гордиться.